МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В дни войны, когда пропаганда получает весомые преимущества перед правдой, и на Нербергском процессе под его влиянием и до сих пор, до начала 21 века, активно распространялись версии о том, что Третий Рейх стремился захватить всю нашу планету. Вычерчивались, ну в данном случае глагол не от фамилии, Черчилль, вычерчивались хищные карты со стрелами и свастикой в направлении Северная и Южная Америка. Это чепуха. При всей одержимости Гитлера он, как и Ватан, древник германцев, знал, что у его копья есть предел, и оно может быть переломано. Гитлер здесь был большим реалистом, чем принято считать. Ему нужна была Европа и нефть. Если бы британская империя могла отказаться от своего влияния в Европе, она могла бы спать спокойно в своей территориальной целостности. Но мы уже говорили о том, что англичане никогда не разговаривали о мире с победителями. Я говорю об этом в прошедшем времени, потому что нынешние британцы давно уже и безоговорочно признали одного победителя. Вы сами знаете, какого. Таким образом, к исходу первого года войны Германия, несмотря на все свои успехи, не могла не ощутить некую историческую безвыходность положения. Война продолжалась. К высадке на английские острова немцы были не готовы. Воздушная битва за Англию велась ими с оглядкой на восток. Высшие руководители Люфтваффе уже знали о стремлении Гитлера разгромить большевистскую Россию. Формулировки тогда звучали изящные. Для окончательной победы над Англией необходимо победить Советский Союз. Даже для стратегии непрямых действий у гитлеровского маятника была слишком большая амплитуда колебаний. Маятник в таком случае просто соскакивает со своей оси. Редактор субтитров А.Семкин Первый день сентября венгерская армия во главе с регентом адмиралом Хорки торжественно вошла в Трансильванию, которую Венгрия вернула себе с помощью Германии. Эта часть Трансильвании по Версальскому договору была передана Румынии в награду за ее участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. В обиженной нефтеносной Румынии произошел переворот с очевидной прогерманской ориентацией. Король Кароль бежал из страны и власть перешла в руки генерала Иона Антонеску с восхищением следившего за триумфами Гитлера. В Румынию немедленно была направлена германская военная миссия и войсковые части для охраны нефтяных месторождений. Соединенные Штаты 2 сентября официально объявили о передаче Великобритании 50 устаревших эсминцев в обмен на военные базы западной части Атлантического и Тихого океанов. В этот же день в Советском Союзе была учреждена Маршальская звезда. Пятиконечная золотая звезда с пятью бриллиантами между звездными гранями. Маршальская звезда носилась на шее на специальной ленте красного цвета. Первыми нового отличия были удостоены маршалы Семен Буденный, Клемент Ворошилов, Семен Тимошенко и Григорий Кулик. Все они в качестве командующих направлениями, фронтами и армиями после германского нападения на Советский Союз трагическим образом провалятся. А маршал Кулик будет понижен в звании до генерал-майора. Но это случится уже на третьем году Второй мировой войны. В сентябре усилилось немецкое давление на испанского диктатора Франциско Франко. Германский генштаб завершил планирование операции «Феликс» по захвату британской военной базы «Гибралтар». Но для осуществления «Феликса» необходимо было разрешение Франко на проход немецких войск по территории Испании. Каудиль я этого не хотел, и немцы командировали для уговоров в Мадрид руководителя армейской разведки адмирала Вильгельма Канариса, знавшего испанский язык. Но хитрый Франко не поддавался и выдвигал заведомо невыполнимые условия. В конце концов в Берлин на переговоры приехал министр иностранных дел Испании Серено Суньер. В столице Рейха ему был устроен пышный прием с демонстрацией военной мощи. Хозяева очень хотели настроить испанца на воинственный лад. Риббентроп активно давил на Суньера, расписывал ему выгоды захвата Гибралтара. Но осторожный Суньер ни к чему реальному подтолкнуть Испанию не дал. В дни визита испанского министра в Берлин для подкрепления духа испанцев в Мадрид были командированы нескольких германских военных оркестров. В репертуаре военных музыкантов были, конечно, и Вагнер, и Рихард Штраус, и героические военные марши, но и музыка великих германских композиторов не смогла вдохновить испанцев. Франко упорно отказывался от марша на Гибралтар. Итальянский флот на Средиземном море в количественном отношении имел очевидное превосходство над английским. Но итальянским адмиралам по традиции было свойственно чувство страха и неуверенности в сражениях с эскадрами британского флота. Поэтому, выходя в море, а недостаток топлива не позволял итальянскому флоту постоянное пребывание в море, итальянские соединения скорее уклонялись от встреч с английскими кораблями, чем стремились сразиться с ними. В начале сентября англичане перебросили из митрополии в египетский порт Александрию новый авианосец, линкор, два крейсера и несколько эскортных кораблей. Итальянцы не смогли создать никаких серьезных помех этому переходу. В сентябре 1940 года Средиземноморский театр военных действий стал ареной довольно-таки ожесточенных боев. Вообще нужно сказать, что после поражения Франции и вступления в войну Италии расстановка сил в этом регионе существенно изменилась. Английский флот, который до поры до времени мог безраздельно господствовать в Средиземном море, лишившись своего недавнего французского союзника, теперь имел в качестве противника довольно мощный и многочисленный флот Италии. Флот, на вооружении которого состояли среди прочих кораблей и новейшие линкоры, вооруженные 15-дюймовыми орудиями. Нельзя сбрасывать со счетов и итальянскую авиацию, которая значительно превосходила по численности военно-воздушные силы Британии в этом регионе. И хотя итальянские летчики не отличались хорошей выучкой, итальянские самолеты не могли похвастать какими-то особо выдающимися тактико-техническими характеристиками, тем не менее, эта угроза, воздушная угроза для Великобритании была весьма и весьма серьезной. В опасности оказались не только британские военно-морские базы на побережье Северной Франции, но и остров Мальта, стратегически исключительно важный для Великобритании. Парадокс, но тем не менее, фактом является то, что в какой-то момент все воздушное прикрытие Мальты состояло всего лишь из трех самолетов. Разумеется, англичане предприняли все мыслимые усилия для того, чтобы увеличить свои ресурсы, военные ресурсы на Средиземноморье. Но возможности англичан в этом отношении были весьма ограниченными. И ответ на вопрос, почему это случилось, почему это так было, вопрос очевиден. Дело все в том, что Великобритания в период продолжавшейся битвы за Англию была вынуждена все практически свои ресурсы, имея в виду и сухопутные силы, и силы военно-воздушные, сосредоточить на обороне, на охране британских островов. 4 сентября Гитлер выступил перед берлинским партийным активом по поводу открытия кампании зимней помощи. Вел он себя необычно, странно, все время натужно шутил, с большим сарказмом говорил о мистере Черчилле, негодовал по поводу английских ночных бомбардировок Германии и произнес свою стандартную угрозу. «Если английская авиация сбрасывает 2, 3 или 4 тысячи килограмм бомб, то мы будем сбрасывать на них за одну ночь 300 или 400 тысяч килограммов». Пожалуй, это была самая неудачная речь Гитлера со дня его прихода к власти. Министр иностранных дел Италии граф Чиана записал в дневнике, прослушав радиотрансляцию этой речи. «Гитлер, должно быть, нервничает». 7 сентября Геринг приказал начать массированные бомбардировки Лондона. В этот день в английской столице было убито 300 и ранено более 1300 человек. Но немцы потеряли 41 самолет, а британцы – 28. Лондон окутался дымом пожаров. Через два дня массированный дневной налет повторился с теми же результатами. Английская истребительная авиация упорно обороняла родное небо. Потери Люфтваффе увеличивались. Улучшилась и эффективность зенитного огня над Лондоном. 15 сентября считается переломным днем воздушной битвы за Британией. Немецкая авиация потеряла 60 самолетов. Английское министерство авиации объявило, правда, о 185 сбитых германских машинах. Но то ли еще будет, когда мы начнем цитировать сводки советского информбюро. В данном случае 60 немецких против потерянных 26 английских самолетов это большая победа с учетом того, что большинство королевских пилотов, сражавшихся над родной землей, были спасены, а немецкие экипажи погибли или попали в плен. Черчилль, выступая по радио, заявил, попытка немцев обеспечить превосходство воздухи над Англией в дневное время составляет, безусловно, суть всей войны. Пока они потерпели полную неудачу. Она обошлась им очень дорого, а мы чувствуем себя сильнее и фактически намного сильнее, чем в июле, когда начались ожесточенные бои. Не приходится сомневаться в том, что Герр Гитлер очень расточительно расходует свои истребители, и что если он будет продолжать в том же духе еще в течение нескольких недель, он истощит и измотает эту важнейшую часть своей авиации. Это обеспечит нам большое преимущество. Черчилль нередко приезжал в разрушенные районы Лондона сразу после бомбардировок. Английский премьер-министр собственными глазами видел и масштабы разрушений, и то, что боевой дух англичан не был сломлен, а их решимость сражаться крепла. 14 сентября на совещании по проблемам дальнейшей войны с Великобританией фюрер заявил, что предпосылок для высадки десанта на английский остров создать не удалось, но сама угроза высадки будет оказывать на британцев парализующее влияние. А руководители военно-воздушных сил в оптимистических тонах доложили о больших разрушениях английских портов и военных объектов. Еще через три дня Гитлер издаст директиву, в которой операция «Морской лев» будет окончательно похоронена, дословно перенести операцию на неопределенное время. С этого дня вторника 17 сентября стало ясно, что близкрига против Великобритании не получилось и уже никогда не получится. Да и воздушные налеты приносили немцам немалые разочарования. Потери самолетов и опытных экипажей были слишком велики. От дневных налетов немцам пора было отказываться. А ночные бомбардировки, хотя и вели к большим разрушениям в Лондоне, но что касается важных военных объектов, портов, заводов, судов, то в ночных условиях и прославленные немецкие асы отличались крайне неточным бомбометанием. В нескольких напечатанных после войны письмах премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже в сентябре 1940 года уверенно заявлял, что Гитлер обязательно ринется на восток, что Англия вот-вот получит передышку после неизбежного нападения Германии на Советский Союз. Откуда такая уверенность? Секрет этого предвидения сегодня раскрыт. Среди сотрудников германской разведки Абвера было несколько информаторов, сообщавших англичанам обо всех планах Германии. Например, полковник Абвера, доверенное лицо начальника адмирала Канариса Ганс Остер. Сам адмирал Канарис, заметная личность в иерархии вермахта, конечно не был прямым агентом британцев, но будучи настроен антигитлеровски, адмирал, постоянно приезжая в Испанию и Португалию, регулярно встречался с представителями британской разведки. А какую Канарис дозировал им информацию, кто знает. В середине сентября, после долгой и тщательной подготовки, итальянские войска маршала Грациани начали наступление на границе Ливии с Египтом. Муссолини пришлось издать прямой приказ своим войскам, которые упорно не желали идти в атаку на позиции англичан, значительно уступавшим итальянцам в живой силе, танках и авиации. Потомки римлян без особых проблем продвинулись по североафриканским пескам на несколько десятков километров. Их наступательный пыл угас, войска остановились, и уже через несколько дней никаких боев на этом фронте не велось. Интересным было сообщение римского радио, которое объявило о грандиозной невиданной доселе победе и добавило, что в Сидибарани теперь открылись магазины и снова пошли трамваи. Сидибарани был настолько захолостным селением, что там не было никаких магазинов, и отродясь никто никогда не видел ни одного трамвая. 18 сентября народный комиссар обороны Тимошенко и начальник генерального штаба Мерецков направили Сталину памятную записку об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке. В записке отмечалась вполне возможная вероятность войны как на западных границах, так и на восточных. В числе наиболее вероятных противников на Западе называлась Германия, и ведомые ею Венгрия, Румыния и Финляндия. На Востоке Советский Союз должен быть готов к отражению нападения Японии. Еще один шаг на пути к активному участию в войне сделали Соединенные Штаты. Невоюющий союзник Великобритании ввел у себя всеобщую воинскую повинность. Перед принятием этого закона президент Рузвельт активно запугивал американское общество цитатами о зловещих планах проникновения гитлеровской Германии в западное полушарие. Это был, конечно, блеф, но в него тогда очень хотелось верить многим влиятельным американским политикам. В войне на море в сентябре командующий подводными силами Германии адмирал Денец располагал всего 24 подводными лодками. Из них только половина могла одновременно выходить в боевой поход. Германские верфи спускали на воду тогда по 6 субмарин в месяц. В Росадмиралу Редеру Гитлером было обещано резкое увеличение строительства лодок до 25 в месяц. Гитлер в сентябре уже разуверился в том, что летчики Германа Геринга поставят Англию на колени. Денец тогда же подсчитал, что в случае исполнения обещаний Гитлера у него к 1943 году будет более 500 подводных лодок, и они внесут решающий вклад в победу над Великобританией. Адмирал Денец при всем величайшем профессионализме был, конечно, излишним оптимистом, а в боевых действиях у немцев среди командиров подводных лодок появился еще один заметный лидер. Им стал командир подводной лодки У-99 Отто Кречмер. В сентябре он отправил на дно 6 судов противника. Генерал Деголь и его организация «Свободная Франция», продолжавшая войну с Германией, базируясь на Туманном Альбионе, испытывала необходимость захвата какой-либо заморской французской колониальной территории. Там Деголь смог бы поднять флаг свободной Франции и постепенно наращивать антигитлеровские соединения французской армии и флота. В Англии Деголь было тесно, его отношения с Черчиллем не складывались, и амбициозный лидер «Свободной Франции» стремился вырваться из пуд мелкой британской опеки. Конечной целью этого плана был избран крупный порт Дакар в Западной Африке. 23 сентября англо-французская эскадра подошла к крепости у входа в Дакар, но военные и гражданские руководители Дакара являлись сторонниками маршала Петена и правительства Виши. Высадившиеся на берег для переговоров галисты были немедленно арестованы. Густой туман мешал английскому флоту. Береговые батареи открыли огонь. Несколько английских кораблей получили повреждения. На предъявленный ультиматум губернатор Дакара ответил, что будет защищаться до последнего. Стоявшие в гавани французские корабли тоже выступили против Деголя, репутация которого тогда во французских вооруженных силах была сомнительной. Через три дня после артиллерийской перестрелки, в которой был серьезно поврежден английский линкор «Изолюшин», стало ясно, что штурм Дакара потерпел неудачу. А генералу Деголю придется искать другое место сбора и сполочение своих сторонников. В отдаленных владениях французской империи ощущалось давление Японии. Японцы вынудили маршала Петена согласиться на ввод войск в Северный Индокитай. Президент Рузвельт направил Японии в резкой форме протестную ноту, но японцы не обратили на нее внимания. После Северного Индокитая должна была последовать очередь и Южного. А оттуда экономические интересы Японии ввели ее в Малайю и Индонезию. Там были каучук, нефть, цветные металлы, запасы риса. Политическим венцом сентября 1940 года было подписание в Берлине тройственного пакта Германии, Японии и Италии. 30 сентября 1940 года газета «Правда» поместила весьма примечательную информацию о случившемся. Текст этого сообщения, как не думается, заслуживает внимания. Читаем. Пакт не является для Советского Союза чем-либо особенно неожиданным. Как потому, что он представляет собою, по сути дела, оформление уже сложившихся отношений между Германией, Италией и Липонией с одной стороны, Англией и Соединенными Штатами Америки с другой стороны. Так и потому, что Советское правительство было проинформировано Германским правительством о предстоящем заключении тройственного пакта еще до его опубликования. Без комментариев. И еще один любопытный пассаж. Из этой же публикации. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим образом не затрагивает политического статуса существующего в настоящее время между каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом. Эти неуклюжие объяснения вряд ли могли ввести в заплуждение кого бы то ни было. Все дальнейшие шаги, предпринятые советской дипломатией, характер и содержание советско-германских отношений осенью 1940 года со всей очевидностью свидетельствуют о состоянии крайней озабоченности, которое было присуще советским военно-политическим руководителям. При этом ни в коем случае не стоит переоценивать единодушие и уровень консолидации стран гитлеровского блока. Между Гитлером, Муссолини, Франко, Петеном, правящими кругами Японии было немало противоречий, которые отчетливо проявились по мере дальнейшей эскалации мировой войны. В сентябре все участники мировой драмы стремились обзавестись союзниками. В разведывательных данных, получаемых руководством Советского Союза, все чаще стали упоминаться странные перемещения на восток германских войск, которые будто бы с целью штурма Великобритании строят себе казармы в Восточной Польше или примеры явно недружественных высказываний о Советской России лидеров Третьего Рейха. В Москве начали усиленно искать друзей, но быстро поняли, что все друзья уже разобраны противодействующими державами. Даже Болгария, король которой правительство занимали откровенно про германскую позицию, среди сентябрьских записей в дневнике Геббельса была и такая. Все Балканы продажны, за исключением Болгар, которые имеют умного царя, да и сами народ храбрый. Конец сентября был отмечен сильными туманами в небе Великобритании, штормами в Ла-Манше и сильными северо-западными ветрами. Но каждую ночь около 200 германских бомбардировщиков совершали налеты на Лондон. Разрушение города нарастало. Но заводы работали с максимальной производительностью. Порт принимал и разгружал суда. Правительственные учреждения и не думали эвакуироваться. Как писал Черчилль, театры были полны людьми, а затемненные улицы забиты машинами. Это было здоровой реакцией на тот страшный крик, который подняли пораженческие элементы в Париже, когда на город был совершен первый серьезный налет. Эта здоровая реакция англичан позволит Черчиллю не однажды рекомендовать бомбардировки Парижа, оккупированного немцами, чтобы привить французам лекарства от пораженческой болезни. 27 сентября гроссадмирал Эрих Редер, главнокомандующий военно-морским флотом Германии, на встрече с Гитлером попытался привлечь его внимание к средиземноморской стратегии войны против Великобритании. Адмирал говорил о ближневосточной нефти, кратчайший путь которой ведет через восточную часть Средиземного моря, о том, что захват Гибралтара, Мальты и Советского канала поставит на колени Великобританию и решит основные проблемы Третьего рейха. И все это можно будет сделать без особого риска, убеждал адмирал. Правда, Италия, заметил он, во время средиземноморских операций будет висеть у нас на шее мертвым грузом. Гитлер выслушал адмирала и назначил на 4 октября совещание по проблемам дальнейшего ведения войны. И в заключении обратим внимание на запись в дневнике начальника германского генерального штаба Франца Гальдера от 9 сентября 1940 года. Население Парижа увеличилось с одного до трех миллионов человек. Париж ведь всегда Париж, даже и оккупированный, и опозоренный совсем недавно в июне. Жить в нем и при немцах можно было неплохо, не правда ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова